Здравствуйте! Вы на канале 7дач. С вами Татьяна. Сегодня я буду готовить варенье из ревеня. А также немного расскажу вам об этом растении. Ревень это многолетнее корневичное растение. Относится к семейству гречишных. Произрастает в Китае, Средней Азии и России. Растение довольно-таки морозоустойчивое и холодоустойчивое. Предпочитает влажную почву. Растет на солнечных и полутенистых местах. Но не любит застой влаги. При застой влаги корневая система подгнивает и растение может погибнуть. Ревень размножается семенами, делением корневища. Я сеяла свой ревень в открытый грунт с семенами. И вот уже на протяжении более 10 лет это растение растет у меня на одном месте. В основном мы выращиваем ревень для приготовления киселей, компотов и варенья. Для этого используются черешки ревеня. Черешки ревеня лучше всего использовать в первой половине лета. Когда растение не накапливает большое количество щавелевой тислоты, которая не очень полезна для нашего организма. В ревене содержится множество полезных веществ. Такие как аскорбиновая тислота, яблочная тислота, различные сахара, органические тислоты, пектиновые вещества, витамины В и группы ВП. Итак, мы нарезали черешки ревеня для приготовления нашего варенья. Промытые и обсохшие черешки ревеня мы очищаем от кожицы и нарезаем кубиками. На 1 кг очищенных и полезных черешков ревеня нам понадобится 1 кг сахара. Очищенные черешки нарезаем кубиками приблизительно в 1 см. Черешки ревеня выкладываем в эмилированную кастрюлю или кастрюлю из нержавеющей стали. Засыпаем сахаром, перемешиваем и даем постоять 2-3 часа, пока ревень не даст сок. После того, как ревень дал сок, кастрюлю ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим 5 минут, после чего даем остыть. Процедуру повторяем еще 2 раза. То есть, мы кипятим варенье 3 раза по 5 минут с перерывами на остывание. Итак, сейчас я варенье кипячу 3 раз, разливаю его горячим по чистым стерилизованным банкам и закручиваю стерилизованными крышками. Из данного количества ингредиентов у нас получилось чуть больше литра варенья из ревеня. Приготовление различных киселей, компотов и варенья, ревень также можно сочетать и с другими ягодами, к примеру, с садовой земляникой или красной смородиной. На этом все. Подписывайтесь на канал 7дач, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.